Что касается России, существует ведь и уважение, и беспокойство, потому что в России демократические свободы иногда ущемляются, такие как права прессы, и Европейский Союз серьезно беспокоен этим. Понимаете ли вы беспокойство Евросоюза? Понимаю, это давняя традиция европейских стран, навязывать свои стандарты и правила. Вспомните период колонизации, скажем, тоже Африки. Европейцы приходили туда со своим усталом, со своими правилами и занимались тем, что они обучали аборигенов и цивилизовывали их. У меня такое чувство, что сегодняшняя давняя традиция, она трансформировалась в демократизацию. Там, где европейцы и наши вообще западные партнеры хотели бы твердо встать на почву какую-то. Чувствую себя более уверенно. Ведь существуют очень древние цивилизации в разных регионах мира, которые следует уважать. Что касается нарушений, то они есть везде. Если мы возьмем, например, нарушение прав человека во французской пеннициарной системе, в тюрьмах, то вы... Почитайте, пожалуйста. Абсолютно. Ведь международные правозащитные организации написали пару лет назад вот такие толстые флианты по поводу того, как нарушаются права граждан во французских тюрьмах. Ну, есть такие нарушения. С этим нужно бороться. Я думаю, что и в российской политической системе многое подлежит корректировке, изменению, улучшению. Но это естественный процесс взросления всего общества. Не фрагментарно там, там и там, а всего общества, всего организма. И мы идем по этому пути. Ведь у нас что был? Царизм, потом сталинизм, коммунизм. А потом мы, вот, с начала 90-х годов начали строить общество по другим принципам. Это требует времени. Но думаете ли вы, что модель демократии, западная модель, это не очень хорошая модель, в частности, для России в настоящее время? А вы можете мне сказать, что такое западная модель демократии? Вот во Франции существует одна модель, в Соединённых Штатах другая модель. Мне один французский политик как-то говорил, на выборах в США, в Сенат, в Конгресс, тем более на президентских выборах, без мешка денег делать нечего. Бесполезно выходить. В чём демократия? Демократия кого? Тех, у кого много денег? Есть вот там, в США, президентская республика. В Великобритании монархия. Это всё элементы демократии. Какой? Нет западной демократии, единой. Её не существует. Вот, смотрите, не будем сейчас Францию трогать, мне туда скоро ехать нужно, я не хочу приводить примеров из французской политической жизни. Вот мой хороший приятель, Тони Блэйр, партия победила на выборах и победила под его лидерством. В значительной степени, я думаю, вы со мной согласитесь, избиратель голосовал и за партию, и за программу, но и за самого Тони Блэйра. Потом, по внутриполитическим соображениям, по партийным соображениям, лейбористы приняли решение, что Блэйр должен уйти, а его место должен занять другой человек. Тони ушёл, его место тут же занял Браун, господин Браун, и автоматически стал премьер-министром, первым лицом в государстве, без выборов. Это что, демократия? Да, это демократия, но она вот такая, хорошая или плохая, она такая и есть. Я очень много дискутировал с американскими коллегами в своё время и говорил, как же так получается, что у вас большинство населения проголосовало за одного человека, а президентом стал другой человек, в силу системы выборщиков. На что мои американские коллеги мне тогда ответили, вы туда не лезьте. Мы к этому привыкли, так и будет. Мы не лезем. Так почему вы считаете, что вы можете лезть к нам? Мы сами разберёмся, что нам делать. Более личный вопрос. Часто во Франции делают фотографии высоких лиц с ножом в руке, на рыбалке, на охоте и так далее. Нужна ли сильная личность, сильный человек для того, чтобы управлять Россией? Я думаю, что управлять вообще должен человек, который обладает соответствующими качествами для организации процесса управления. Это касается и маленькой фирмы, и какого-то учреждения культуры, и средства массовой информации, что очень сложно, потому что в средствах массовой информации работают люди очень специфические. У каждого своё мнение, каждый считает себя человеком очень компетентным, если не гениальным, а управлять таким коллективом очень сложно. Но что же говорить о стране? И здесь величина экономики или величина территории страны не имеет принципиального значения. Конечно, есть разница между Соединёнными Штатами и Люксембургом. Конечно, но ответственность первого лица за те проблемы, которые оно решает, она, уверяю вас, ничем не меньше в Аликсембурге, чем в Соединённых Штатах. И вот, например, я считаю, Аликсембургу повезло, что есть нынешний премьер-министр, который является действительно, несмотря на маленький размер государства, крупным политическим европейским деятелем. И это, конечно, всегда особое чувство, когда на тебе лежит большая ответственность. Поэтому, да, конечно, нужны какие-то особые качества для организации процесса управления.